Вот и прошла вторая крупная презентация на этой неделе, а именно презентация Google, на которой нам показали Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch и Pixel Tab. И здесь Google нацелен на то, чтобы конкурировать с Apple. Они делают общий язык дизайна, они делают общие цвета и в целом стараются построить экосистему, чтобы все друг с другом взаимодействовало. Но главное, Google решил идти единственным путем конкуренции с Apple, Samsung и другими брендами. Это цена, поэтому дождитесь конца ролика и узнаете, сколько же стоят новые пиксели. Погнали! В прошлом году, начиная с Pixel 6 и 6 Pro, началась новая эра Google. Они ввели свои уникальные хардверные фишки. Google Tensor, который позволил реализовать Magic Erase, сильно улучшить мгновенный перевод и фишки для США, а-ля звонка в текст. Презентация Google оказалась очень рваной. Сначала поговорили за часы, потом за смартфоны, потом планшет, потом обратно часы, потом обратно смартфоны. Поэтому давайте начнем именно с часов. Pixel Watch, на удивление, очень стильный и интересный продукт, но с устаревшим железом. Exynos 9100, который стоял еще в двухлетних Galaxy Watch 3 и имеет 10-нанометровый техпроцесс, что, мягко говоря, слабо. Сами по себе часы круглые. У них стальная рамка, а снизу датчики выполнены в форме камеры Pixel 7. Крепления ремешка у нас проприетарные и стоят они отдельно по 50 долларов, но их можно подобрать в цвет вашего пикселя. Ну а сама система это Vero S с фитнес-фишками от Fitbit. В системе много разных циферблатов и жрать это будет много. Старый проц и небольшая батарейка в 294 мАч не обеспечат больше суток активного использования. Вот честно, у меня на Pixel Watch были огромные надежды, но такое слабенькое железо отбивает любое желание их покупать. Поэтому пропускаем, берем Galaxy Watch 5, а вы получите от них больше и более современный процессор и система, которая напичкана не меньшим количеством фишек. Pixel Tab нам показали мельком. Корпус у него алюминиевый, но покрыт нано-керамикой, которая должна защищать от царапин. Покрытие, кстати, чем-то напоминает Pixel 5. Сзади есть коннекторы, которые позволят прикреплять этот Pixel к специальной площадке. В ней есть динамики и оно должно все создавать такой небольшой хаб для домашних устройств. Ну а система это увеличенный до планшетных размеров Pixel Experience. Ну и старт продаж назначен на 2023 год, где будут и остальные подробности. Ну и переходим к самому сладкому. Pixel. Pixel 7 и 7 Pro на самом деле получили не слишком много нововведений. Основные все пришлись именно на маленькую семерку. Она получила меньший корпус с экраном диагональю 6,3 дюйма. Оба корпуса в этих смартфонах, самокаркас, боковая рамка и площадка под камеры, они сделаны из алюминия и соединены друг с другом, что должно обеспечить лучший теплоотвод для горячего тензора. Внешне пиксели получили новые цвета. Gorilla Glass Victus спереди и сзади, ведь у шестерки была сзади шестая Gorilla. Ну и экран у семерки, как я сказал, стал меньше. Увеличилась максимальная яркость до 1400 нит в пике. Ну а остальное без изменений 90 Гц и Full HD+. Экран в Pixel 7 Pro и вовсе не имеет никаких изменений. Все та же LTPO матрица диагональю 6,7 дюймов и разрешением 2К, который имеет адаптивную частоту обновления с 10 до 120 Гц. Изменения коснулись именно камер. Фронталка новая в обоих моделях. И теперь не отличается у 7,7 Pro. Это 10,8 мегапикселей. 92,8 градусов угол захвата изображения. Но главное, что благодаря Tensor G2 появился Face Unlocked. То есть намек на то, что в Pixel 6 его не будет. Сам же Tensor G2 о нем в Google ничего не сказали на презентации, да и на сайте информации никакой нет. Так что если судить из тех утечек, которые были несколько месяцев назад, просто абсолютно никак не изменится. То есть производительность останется на уровне 888 снэпа. Возможно даже чутка ниже. Что, честно говоря, может расстроить. Потому что флагманом 2022 года получили Snapdragon 8 Plus Gen 1. Есть A16 Bionic. Это все крутые холодные чипы. А Tensor на самсунговских нанометрах. Он, ну, такой себе средняк. Но по словам Google, Pixel 7 и 7 Pro это лучшие смартфоны для звонков. Он может переводить голос в текст при телефонных разговорах. Если вы находитесь в одной из поддерживаемых этой функций странах. Pixel благодаря искусственному интеллекту обрабатывает ваш голос и убирает лишний шум. Чтобы собеседник вас идеально слышал. Ну и голосовые сообщения Pixel преобразует в текст. То есть реализовали одну из фишек Telegram Premium. Но Google на себя взяли ответственность и сказали, мы теперь лучшие для фото и видео возможностей. И давайте разберем все программные фишки. Вот вам Magic Unblur. Эта функция помогает анализировать смазанные фотки и с помощью Tensor G2 обрабатывать ее, делая супер-пупер крутой и четкой. Новый Tensor также позволяет делать фотки быстрее, что днем, что ночью. Но и Google похвастались лучшими видео возможностями Pixel. Они заключаются в записи видео HDR 10 бит, что должно сохранить просто море информации о цвете. Но обычные пользователи всегда убирают эту фишку. Так что, как по мне, это такая же нишевая штука, как и прорез в айфонах. Похвастались новым ActiveStab, который сделает плавную картинку при беге. Ну и при съемке видео 4К 60 кадров качество еще лучше. При фото на основную камеру появилась возможность сделать двухкратное приближение без потери качества. Что они сделали? Взяли фишку в iPhone 14 Pro. То есть мы берем фотку в истинных 50 мегапикселях, делаем ее и просто-напросто увеличиваем. То есть получим обычные 12,5 мегапиксельные снимки, просто с хорошим качеством. Потому что благодаря машинному обучению, там все дела, оно из фотки уберет весь шум и будет качество, как обычно. В прошке прокачали телевик. Теперь здесь 5-кратное оптическое приближение. И благодаря фотографированию в 48 мегапикселей, при 10-кратном зуме качество не теряется. То есть он может с легкостью побороться по качеству с лучшими телевиками. У S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra. Ну и при приближении больше чем в 10 раз включается зум-стабилизация, которая есть уже года 2, как в Samsung, Яблоках и других смартфонах с телевиком. В 7 Pro, кроме всего прочего, улучшили и ширик. Сенсор и разрешение осталось прежним, но угол захвата изображения 125 градусов. И в нем теперь есть автофокус. Да, фишка про айфонов пришла и на пиксели. Также при подписке на Google One вам дают VPN. То есть фишка эпловская, которую в прошлом году показали, она придет и на новые пиксели. Так что ж, пиксели на самом деле мало изменились, потому что ну что, прост остался тот же, камеры плюс-минус те же. Там чутка программу поправили, там фронталку, там еще что-то. Но гуглы решили взять чутка другим. Если вы живете в Европе, вы можете взять Pixel 7 Pro за 900 евро. И вам в подарок через 3 месяца пришлют Pixel Watch, который стоит 380 евро. Для справки, iPhone 14 Plus стоит 1150 евро. iPhone 14 Pro стоит 1300 евро. А вам за 900 евро еще и часы в подарок дадут. Если сравнить с другими андроидами, то вам за 750 евро дадут Xiaomi 12T Pro, которого нет ни беспроводной зарядки, ни IP-защиты, ну или же за 1200 евро вы можете взять S22 Ultra. Но на самом деле Pixel 7 Pro в Европе просто мега выгодный, при том, что вы можете взять еще обычную семерку, которая стоит от 650 евро. И вам в подарок дадут еще и наушники Pixel Buds. И вы получите и беспроводную зарядку, и IP-защиту, и флагманские софтверные фишки. Так что хоть изменений почти нет, но их выгоду сложно переоценить. Поэтому я очень хочу достать одну из семерок, подробно протестировать и сравнить с другими смартфонами. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в новых роликах. Пока.